Дарья Рудых В пятом туре первенства ФНЛ «Желто-сини» на своем поле крупно обыграли дерзкого новичка Лиги Тосна из Ленинградской области, который претендует на выход в премьер-лигу уже в этом сезоне. 4-1. Таков счет в пользу луча энергии. Матч начался в высоком темпе на встречных курсах. Обе команды искали счастье в атаке, но преуспели хозяева. На 21-й минуте встречи итогом роскошной комбинации по флангу стал мяч Станислава Прокофьева, уже третий на его личном счету в текущем сезоне. Ассистировал форварду Руслан Карян, который еще не раз отметится в протоколе матча. Перед самым перерывом, именно после его дальнего удара по воротам, удачно на добивании сыграл Алексей Аверьянов. 2-0. Полузащитник, только восстановившийся от травмы, провел на поле к тому моменту всего 2 минуты. И именно его активность стала одним из ключевых аспектов победы. Во втором тайме он вынудил защитника Тосна спалить в штрафной. К точке подошел Карян. 3-0. Спустя 9 минут форвард оформляет дубль, реализовав второй пенальти после фола на Бурченко. Важная победа на самом деле была. Все настраивались, все на борьбу настраивались. Погоду сами видели. В общем, все, что задумывали, все получилось, слава богу. Всех с победой. Дома играем, планировали выиграть, естественно. И не просто выиграть, а показать игру, которая понравится болельщикам. Ну, как бы начали. Игра равная была, а потом, я считаю, второй тайм полностью переграли. Ну, а держать сухую победу Лучу не удалось. На 79-й минуте Владимир Романенко забил гол престижа. 4-1. Это самая крупная победа желто-синих в этом сезоне. Сегодня, наверное, мы не очень удачно сыграли в защите. Были ошибки, были голы, которые, ну, то есть, можно сказать, первые два гола – это два момента. И какие-то компроатаки, удары, невнимательность обороны. Ну, и пенальти, конечно, это личные ошибки индивидуальные. Поэтому такой вот результат получился. Результат результатом мы показали достаточно качественные взаимодействия, особенно в первом тайме. Второй тайм он был немножко связан с тем, что со стратегией, что играли на быстрых атаках, контратаках. И мне понравились взаимодействия в средней части поля. Кстати, как признается главный тренер желто-синих Александр Григорян, в этом матче он пошел на немалый риск, поставив в ворота вместо Довни молодого воспитанника Луча Дениса Книгу, который до этого не имел практики выступления в ФНЛ. Также в первых минут на поле появился еще один приморец Евгений Скобликов. В итоге риск себя оправдал. От Книги ушла уверенность, которую давно мы не видели на этой позиции. А от Скобликова шла вся острота. Таким образом, с одной стороны, мы рискнули, а оказалось, что значительно усилили нашу игру. Другие результаты пятого тура, который, кстати, стал третьим по результативности в истории ФНЛ, на ваших экранах. Несмотря на жару, установившуюся в большинстве городов, где проходили встречи, команды забили 30 голов в 9 матчах. Газовик остался единственным клубом в лиге, не потерпевшим в нынешнем сезоне ни одного поражения. А «Сокол» по-прежнему не знает поражений в гостевых матчах. 9 очков из 9 возможных. Следующий матч «Луч энергия» проведет на выезде. 10 августа наша команда сыграет против Сюмени. А дома болельщики «Желто-синих» увидят 17 августа. Соперник – Сибирь. В спорткомплексе «Олимпийц» стартовали 21-е молодежные спортивные игры стран бассейна Японского моря. В этом году эстафету ежегодных игр принял Владивосток. На соревнования приехали команды из префектуры Таяма, Япония, провинции Кангвон, Республика Корея, а Россию представляет сборная Приморского края. Цель соревнований – развитие и популяризация молодежного спортивного движения в странах бассейна Японского моря, повышение уровня спортивного мастерства участников, укрепление дружеских связей между молодежью стран АТР. В программе молодежных игр лично командные соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек и командные матчи по волейболу среди девушек 96-го года рождения и моложе. Дарья Рудых и Надежда Макрогузова показали лучший результат среди российских пар на чемпионате мира по пляжному волейболу среди игроков не старше 96-го года рождения. Соревнования проходили в португальском порту. На групповом этапе пара Рудых-Макрогузова одержала 5 побед в 5 матчах с одинаковым сухим счетом 2-0 над соперницами из Латвии, Аргентины, Австралии, Порто-Рико и Эквадора. Первое место в группе позволило россиянкам пропустить первую стадию игр плей-офф. А в 1-8 финала Рудых и Макрогузова одержали победу в тяжелейшем поединке над парой из Германии Вэлш Бинек со счетом 2-1. В четвертьфинале нашим девушкам противостояла еще одна пара из Германии Шнайдер-Арнхольд, ставшая в итоге серебряным призером чемпионата мира. Матч россиянок и немок продолжался 7 минут и завершился победой на тайбрейке немецких пляжниц 2-1. А чемпионами мира стала пара из Бразилии Эдуарда Андреса. Следующий для Дарьи Рудых турнир чемпионат России среди женских команд, который пройдет в Сочи с 7 по 10 августа. А главный старт сезона состоится в китайском Нанкине, где с 17 по 27 августа пройдут юношеские олимпийские игры. Желаем удачи, Даши! Впервые соревнования по велоспорту «Рейсдэй» прошли на минувших выходных на трассе Приморского кольца. На старт в нескольких дисциплинах вышли порядка 40 велосипедистов. На дистанции 102 метра на скорость среди мужчин развернулась нешуточная борьба, и победителем с лучшим временем в 9,76 секунд стал Евгений Витмановский. Участницам стометровки среди девушек также пришлось не менее сложно. Им предстояло конкурировать с известной Приморской велосипедисткой, серебряным призером чемпионата России этого года и членом российской сборной по маунтинбайку Екатериной Абросимовой. Как и ожидалось, за Катей угнаться никто не смог. Она заняла первое место, второй стала Марина Пойлова и третья – Наталья Моисеева. Напоследок, по традиции, пара советов, как провести предстоящие выходные. Итак, в субботу все идем на Центральную площадь, где состоится финал чемпионата России по уличному баскетболу. Сильнейшие команды России и победители региональных чемпионатов впервые соберутся в нашем городе, чтобы определить, кто же из них лучший на сегодняшний день в стране. Также в этот день на площади состоится и ежегодный фестиваль, который объединит самые прогрессивные и интересные экстремальные виды спорта и культуры современной молодежи со всего Дальнего Востока. Будет интересно. На этом все. До встречи на следующей неделе и удачи нашим спортсменам. Редактор субтитров А.Семкин